МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко и Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков хронограф». 29 мая в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых российский поэт Константин Батюшков и российский художник-передвижник Александр Морозов. Испанский композитор и пианист Исаак Альбенис и российский революционер Николай Бауман. Английский писатель Гилберт Честертон и немецкий философ-историк Освальд Шпенглер. 35-й президент США Джон Кеннеди. И российский актер Александр Абдулов. Сегодня 29 мая. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день в мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1176 году ломбардское пешее войско наголову разгромило немецких рыцарей Фридриха Барбароссы в битве под итальянским городом Леньяно. А в 1453-м турецкий султан Махмед взял штурмом столицу Византии, город Константинополь. В 1770-м году российская императрица Екатерина II издала указ об устройстве городов Вышнего Волочка, Боровичей и Осташкова. А в 1867-м в России был введен институт выборных мировых судей. В 1903-м году в Санкт-Петербурге был торжественно открыт Троицкий, в советское время названный Кировским, мост через Неву. В 1918-м году было издано постановление о принудительном наборе в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Сегодня 29 мая, в эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 29 мая 1606 года, спустя несколько дней после убийства лжедмитрия I, слобного места на Красной площади, русским царем выкрикнули Василия Шуйского, главного организатора заговора против самозванца. На недолгое правление этого государя выпало множество тяжелейших испытаний. Непрекращающаяся внутренняя усобица, разоренность земель, полная расстроенность государственной системы. Решить все свалившиеся на него проблемы царь Василий был не в состоянии. Внутриполитическое положение страны продолжало ухудшаться. Страну будоражили слухи о спасении царевича Дмитрия. На юге началось массовое восстание, центром которого стал город Путивль. Восставшие казаки, крестьяне и посадские люди избрали в Путивле большим воеводой, прибывшего к ним с отрядом запорожцев Ивана Болотникова. В борьбе с ним Шуйский выдвинул программу консолидации всех слоев знати, учитывая их интересы в политике по крестьянскому, холопскому, земельному и финансовому вопросам. Сплочение знати к весне 1607 года и поддержка крупнейших городов по Волжье и Северо позволили Шуйскому в октябре разгромить восстание. Еще большую опасность для правительства Шуйского представлял новый самозванец, вошедший в историю как Лжедмитрий II. К концу 1608 года многие районы страны оказались под властью Лжедмитрия II. В феврале 1609 года правительство Шуйского заключило договор со Швецией, по которому за наем шведских войск оно уступало часть русской территории. С конца 1608 года началось стихийное народное движение против польских интервентов, возглавить которое правительство Шуйского сумело только с конца зимы следующего года. К марту 1610 года Москва и большая часть страны были освобождены. Но еще в сентябре 1609 года началась открытая польско-литовская интервенция. Призванные правительством Василия Шуйского для борьбы с поляками шведские военные силы своих обещаний не выполнили. Они стали захватывать северо-западные русские города, когда реальная угроза нависла над Новгородом. Участь царя Василия была предрешена. Не владевший более ситуацией, не способный вывести страну из кризиса, не пользовавшийся уважением в народе, летом 1610 года он был свергнут с престола и насильно пострижен в монахи. 29 мая 1867 года в России был введен Институт мировых судей. В октябре 1858 года комиссия, созданная для реформы полиции, подала Александру II соображение и всеподаннейшую записку. В них предлагалось отделить исполнительную власть от судебно-следственной. Но кому передать маловажные дела, решаемые полицией? С одной стороны, дарование гражданских прав значительной массе народа могло развить юридические отношения между помещиками и крестьянами, а с другой – породить множество столкновений, которые могут быть устранены только суду. Существующие уездные суды были не в состоянии справиться с этой задачей. Необходимо было создать специальный орган – мировой суд. Он мог бы регулировать споры между крестьянами, выходящими из крепостной зависимости, и помещиками. Мировой суд по замыслу его создателей должен был стать универсальным органом. Он был призван разрешать и мелкие дела между сословиями, а не только конфликты между помещиками и крестьянами. Предполагалось, что по примеру стран Западной Европы он станет низшей судебной инстанцией. Но реализовать эту идею оказалось невозможно, поскольку ее воплощение потребовало бы незамедлительной судебной реформы, к чему государственный аппарат не был готов. Поэтому Единый институт мировой юстиции решили расчленить на два – мировых посредников для разрешения споров между помещиками и крестьянами и мировых судей как судебный орган с перспективой их слияния. Решение правительства отделить суд от полиции обуславливалось необходимостью упорядочить отношения между помещиками и крестьянами, выходящими из крепостной зависимости. В лице мировых судей законодатели пытались создать суд, рассматривающий маловажные дела и отвечающий таким требованиям, как доступность, разветвленность, быстрота, единоличное рассмотрение дел. Высшей целью этих судов представлялось примирение сторон. Сегодня 29 мая. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 29 мая 363 года войска римского императора Юлиана разбили персов возле их столицы города Ктесифона. Вот как описал это сражение его участник-историк Аммиан Марцелин. Римляне с развивающимися султанами на своих блистающих шлемах, потрясаясь щитами, спокойно выступали под звуки военной музыки. Передовая линия начала битву метанием копий, и земля, превращавшаяся под ногами людей в пыль, носилась быстрым вихрем. По словам Марцелина, передовая линия персов начала отступать и вскоре обратилась в бегство. Наши солдаты, хотя они были также утомлены сражением, длившимся от восхода солнца до конца дня под палящими лучами, настойчиво напирали на отступавших, рубили врага в тыл и гнали противника до самых стен Ктесифона, нанося удары в спину и пятки. После такой блестящей победы римлян, персидский царь предложил им половину своих владений, моля о мире. Однако римляне отвергли это предложение. Столицу персов им взять не удалось. Через несколько недель после победы при Ктесифоне войску римлян пришлось начать отступление, во время которого император Юлиан был убит в бою. В результате военный поход римлян окончился полным поражением. 29 мая 1381 года в южноанглийском графстве Кент началось крестьянское восстание под руководством у Отто Тайлера. Это было единственное восстание за всю средневековую историю этой страны. И особенно интересно, из-за чего оно началось. В 1377 году в Англии был введен так называемый подушный, а в точном переводе – поголовный налог. Его обязаны были платить все взрослые граждане, независимо от их доходов. Этот-то подушный налог и послужил главной причиной восстания у Отто Тайлера. Крестьяне, возмущенные непосильными налогами, избрали Тайлера своим капитаном. И он оказался необычайно талантливым и смелым вожаком. Уже через три дня после избрания повстанцы взяли столицу графства, город Кентерберри. А еще четыре дня спустя вошли в Лондон, взяли лондонский мост через Темзу и крепость Тауэр. Король, напуганный таким оборотом дела, предложил уступки, но повстанцы отказались разоружиться и разойтись. На следующий день начались переговоры, на которые прибыл сам Ричард II. Тайлер предъявил королю еще более радикальные требования, в том числе потребовал конфискации всех церковных земель. Во время переговоров придворные короля напали на Уотто Тайлера и смертельно ранили его. Когда восстание было подавлено, король взял все свои уступки назад. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!